Внимание сотрудников МЧС вновь приковано к заводу Ивхимпром. По легенде штабной тренировки по гражданской обороне на предприятии произошла крупная техногенная катастрофа. Дежурному инженеру докладывают старшие смены на складе масел произошел пролив масла в количестве 100 тонн. Возможно, есть пострадавшие. Пострадавших по легенде 28. Есть погибшие 8 человек. Первыми к месту ЧП приходят сотрудники самого предприятия. По совместительству аттестованные московским вузом спасатели внештатного формирования. Такие добровольцы обязательно должны быть на любом химическом предприятии. На Ивановском их 10. Задача сотрудников – провести разведку боем и помочь пострадавшим. По задумке специалистов МЧС в результате взрыва разгерметизировалась емкость с опасным химическим веществом – хлорсульфоновой кислотой. Разлилось больше 10 тонн. Хлорсульфоновая кислота при взаимодействии с влагой воздуха разлагается на серную кислоту хлороводород, который в виде аэрозолей вызывает поражение органов дыхания. Спасатели с помощью водной завесы должны осадить облако химически опасных веществ, а пеной потушить возгорание. Сам разлив можно нейтрализовать только щелочью. НЗ по правилам безопасности должен находиться на предприятии. Имеется запас 400 килограмм соды. Вот эту соду мы нейтрализуем, а варив. Хлорсульфоновая кислота у нас находится в внутреннем булавании. Она отдельно, отдельный склад для нее предназначен. То есть такого разлива глобального не будет. Все остается внутри. То есть это отдельное помещение. Если там произошла разгерметизация, оно все остается внутри этого помещения. На 10 тонн 400 килограммов должно хватить, рассказывают сотрудники. Спасатели же, нейтрализуя кислоту, должны думать и о собственной безопасности. Поэтому на их вооружении одна из последних разработок костюмов химзащиты. Обмундирование, оборудованное противогазом, позволяет работать в любых агрессивных средах. Костюм полностью герметизирован. С задней части, сейчас мы видим, то есть доступ только с задней части, полностью закрывает всего человека. То есть пара воздушная, любая смесь сюда не проникнет вообще никогда. То есть он полностью герметизирован, находится внутри, как в коконе. В нем можно находиться неграниченное количество времени, все зависит от аппарата, который находится внутри. А время защитного действия аппарата, который там сейчас работает, около 40 минут. По традиции, в основе сценария учений – самый худший вариант развития событий. Тем не менее, сотрудники МЧС с задачей справились, не остановив работу предприятия. Учения разных ведомств на Ивхимпроме, как на одном из самых опасных объектов города, проходят регулярно. И, как показывает практика, не зря. Летом этого года у спасателей была возможность проверить свои навыки на практике. Напомним, в июне на заводе произошла трагедия. Взорвался котел теплоносителя. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.